Доброе утро, друзья! Вы на канале Рыбокит. Меня зовут Ваня. Сегодня даю задание на марафон... Нет, это не марафон, это просто конкурс. Просто конкурс. Рисуем со мной сегодня просто. Я сегодня буду рисовать фломастерами. Вы можете рисовать карандашами. Я выбрал фломастеры. Может быть, еще акварелька подойдет. Или масляные мелкие фломастеры. У меня утолщенные фирмы Гамма. Они толстые, классные. Специально для детей. Я рисую сегодня... Довольно холодно на улице. Я решил сегодня задание сделать что-то связанное с жизнью в холодное время года. Мы нарисуем здесь такую чашечку. Я рисую чашечку, ты рисуй. Ну, что захочешь рисовать. После этого я рисую, например, здесь себя. Ну, или девочку. Можно себя, мальчика. Давайте вот здесь я буду. Вот здесь я такой сижу. Такое вот у меня руки. Тело. И я так сижу на коленках. На коленках сижу. А здесь у нас девочка сидит. Или мальчик. Я не знаю, кто. Кто-то сидит. Какой-то малыш какой-то сидит. Может быть, даже стоит. И тоже он стоит на коленках. Я сейчас часто расскажу, почему мы стоим на коленках. И как это случается. Здесь у нас теплые одежды. Как ты заметил, мы в таких куртках. В очень теплых куртках. Я зимой ношу такую теплую куртку. Вот. Мы так оделись. Теперь мы рисуем. Уже рисую сейчас голову. Голова. Голова. Ручки. 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 Вот. Так. Знаю, что у меня черные волосы. А у девочки будто оранжевые. У меня черные волосы. Вот. Я сижу. Улыбаюсь. Да. А у девочки глаза красивые. Она улыбается. А волосы оранжевые. И сегодня рисуем холодную погоду. Что-то связанное с холодом. На самом деле не так холодно. А какой-то такой смешной рисунок я хочу нарисовать, чтобы он тебя сподвиг. Немножко поэкспериментировать и рассказать, как ты можешь это передать. А задание я сейчас тебе расскажу. Задание будет называться очень просто. Здесь я нарисую сердечко. Еще одно сердечко. И одно сердечко. Еще одно. Вот. Мы все в сердечках. А теперь мы рисуем наш дом. Где мы сейчас находимся с этой девочкой. Мы находимся в таком доме, который называется Иглу. Он очень в холодном месте строится. Я рисую его в срезе. На севере ты можешь построить себе Иглу и в доме жить. Это довольно холодное время года. Ты строишь себе дом. И он стоит до лета. Пока не растает, если лето вообще когда-то наступит. Вот так вот. А, конечно, будет называться... Сегодня конкурс так будет называться. Пиши, если ты хочешь тоже участвовать. Мне тепло. Сегодня действительно холодно. И я постарался нарисовать какое-то холодное время года. Очень холодное. Вот здесь вот даже можно снежинок нарисовать много. Идет снег. Сегодня сильный ветер. Минус 5 градусов. Это не очень холодно совсем. Я не сильно замерз. Но все-таки я чувствую, что зима вот-вот уже схватит меня. И скажет, ты должен обязательно одевать теплые ботинки. И обязательно одевать шапку. И я готовлюсь. Да. Но в доме мне тепло. Хорошо. Особенно вечером, когда я могу встретиться со своими друзьями, со своими родственниками и детьми, где мы живем все вместе. У меня будет оранжевая куртка, а у девочки будет зеленая куртка. Зеленая куртка. Вот такой рисунок. Сегодня задание будет такое. Мне тепло. Так называется задание. Рисуй, какой ты хочешь видеть свой дом. Может быть, это не иглу, определенно вот так выглядит. Такой холодный дом. И вроде бы везде холодно. И ты в холодном доме. И сами стены из холода. Но тебе внутри тепло. Почему? Потому что ты с друзьями, с близкими людьми. Например, с папой. Может быть, с мамой. Может быть, с подружкой. Играешь в игры. Может быть, с другом. А может быть, с братом. И тебе внутри тепло. Ты можешь снять шапку. И погреться, выпить чаю. Я так это нарисовал сегодня. Сегодня задание. Мне тепло. Рисуем холодное время года. И как тебе в это время тепло. Например, ты гуляешь и хорошо проводишь время. Ты бегаешь и катаешься. А тебе тоже тепло. Катаешься на санках, на лыжах. И тебе тепло. Даже жарко, как бывает, когда ты катаешься на санках и на лыжах. Зима вот-вот уже придет. И прям будет нас хватать за нос и за ушки. А мы будем греться дома и любить близких. До вечера. Напоминаю, новые правила конкурса. Делаешь сториз. Рисуешь. Делаешь сториз. Пишешь свое имя, возраст. И собачка-рыбаки 3. И еще самое главное. Пишешь, что тебе нарисовать сразу. В 5 часов я рисую для тебя рисунок. Если я попаду на тебя пальцем, главный приз, конечно же, конкурса – это рисунок для тебя. Хорошего вечера. Вернее, так, хорошего дня. И до хорошего вечера. Я с нетерпением жду 5 часов. Пока-пока.